а как же слияние крупных галактик кто их притолкнул простите они должны разлетаться крупные галактики у нас сливаться не могут у нас будут могут какие-то мелкие галактики сливаться потому что сил взаимодействия для где взять природный фактор чтобы два отталкивающихся тела или две отталкивающиеся группы тел слиплись силовом как бы факторе нет если вы где-то видите фотошопы сливающих двух крупных галактик значит это может быть недостоверная информация может как-то галактика одна на другую была за другой посчитали что они сливаются тоже возможный вариант но силовой фактор отсутствует а если нет силового фактора значит и явление невозможно у нас на макро уровне вот здесь галактика не заполнили все пространство всю наблюдаемую часть космоса и дальше там где мы не наблюдаем другой картины быть не может что по слиянию крупных галактик это подвешенная позиция либо мы имеем дело с обманом либо галактики не крупная первая претензия к котюшеку его теории планета отталкивает тела причем чем ближе к поверхности тем сильнее ну вранье моей теории планета приталкивается к другим телам и другие тела приталкиваются к планете яблоко приталкивается к планете а планета приталкивается к солнцу то есть вы как бы не можете сосредоточиться чем ближе к поверхности тем сильнее да таким образом все тела с поверхности земли должны взлетать на орбиту это само по себе очень смешно смех без причины признак дурачины здесь у вас есть два типа сил одни приталкивают толкают тела к земле другие отталкиваю да то возможны варианты первое есть какой-то баланс сил до тела где-то висит между первым вторым второй вариант приталкивающие из нее силы гораздо больше сил отталкивающие тело падает вниз еще а если не совсем большие силы то тело падает с ускорением мы просто не замечает вот эту силу отталкивания на что претензия несостоятельная дальше после этой претензии идет ликующий текст и котючек понял свою ошибку и так далее ну тут просто люди сосредотачивайтесь вы несете ну правда не можете сосредоточиться чё попало несете и в своем слабоумии обвиняйте других если вы тупитесь не кидайте сразу на людей шестая претензия к котючеку она в том что ни разу не опроверг теорию эфира как идеальной жидкости лоренца и пуанкары да по барабану как лоренца или пуанкары мы опровергли все версии эфира не все горит из жидкость это подразумевает наличие частиц правильно если вы подразумеваете наличие частиц но отсутствие поля выпад просто дробь который катается сама по себе подразумеваете так что все вот это но интеллектуально несостоятельно все эти версии мы так или иначе рассмотрели фильме про эфир просто не внимательно его смотрели в этой теории эфир движется в планету со со второй космической скоростью толкает тела к земле но все равно корпускулярные дискретные тела толкают во что-то к земле это несостоятельно просто не можете это просчитать вот последствия не можете прочитать вот маленькие дети не могут посчитать какие-то последствия своих действий а когда взрослые дети взрослые люди не могут прочитать последствия какого-то физического явления вот если кидаться пулями да и толкать тело вот из автомата калашникова толкать какое-то тело куда-то здесь у вас пуля пролетает насквозь тело и не задеет за него да если он у вас такое дырявое тело то это один эффект если пуля упирается в тело создает так сказать взаимодействие и происходит взаимодействие не так наверно выразиться это второй эффект но заставить все тела в космосе взаимодействие посредством стрельбы из автоматов калашникова или их аналога это невозможно получите взвесь вам же надо чтобы взаимодействие не только луна и земля да но и другие там галактики между собой это значит вот здесь один поток пуль боеприпасов да здесь 2 навстречу друг другу они друг другом взаимодействие то следует а мы заваливаем пулями весь космос оттуда потоки отсюда потоки вот чтобы получить мир который мы видим за окно не получится с помощью автоматов калашникова даже с маленьких автоматов калашникова невидимых автоматов калашникова не получится это невозможно вы сосредотачиваетесь специально фильм для для вас снят где подробно это все рассказано чему с ними делать у цели на товарищи уже не знаю предлагаю объявить конкурс если они смогут предоставить достоверные доказательства существования эфира вы удалите канал а если они не смогут когда они перестанут писать мы получим толпу бы больных ведь которые мерещатся что они представили закрывать сколько комментариев сколько просмотров замечательно товарищи фишки просто посмотрите фирма то сделаем какие-нибудь веселяющие для вас действия а 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»